Поваром Уже почти 30 лет Лиза Чулакова передает студентам Алматинского государственного колледжа технологий и менеджмента премудрости своей профессии. В быту властвовать на кухонной территории чаще всего приходится женщине, но в профессиональном подходе к приготовлению блюд ситуация меняется кардинально. У нас, знаете, если выражаться, из 100% получается где-то 10% девушек. Они у нас в основном, у нас же профессия как повар, калькулятор, кондитер. Часто многие девчонки у нас калькуляторами устраиваются, а так в основном ребята у нас учатся. Рост Ильинино – мечта многих баскетболистов. Но молодой человек со школьной скамьи видел себя отнюдь непрофессиональным спортсменом. Это залегло у меня в душе, наверное, еще со школьных времен. Профессия повара – это неоднообразная работа абсолютно. Это каждый день, это новые блюда, это новые заказы, это новое приготовление, это развитие каждодневное. Это не то, чтобы работа в офисе или что-то однотипное. Это работа творчества, это развитие, это интересная профессия. Виктория Аксенова, студентка факультета организации питания, не считает профессию повара чисто мужской. У девушки есть свое видение специальности. Конечно, более творческий подход, я так считаю. Более развитое мышление. Нет, я не оскорбляю ни в коем случае, просто девушки подходят к этому более как с аккуратностью, с обоюдностью и теплом. Мы, конечно, не космонавтов набираем, но здоровье – один из главных факторов, который учитывается при наборе студентов на обучение этой специальности. Они должны быть абсолютно здоровы, крепки. Мы их обследуем, проходим медицинские осмотры, а потом уже мы принимаем. Если какие-то со здоровьем, какие-то проблемы, обычно не принимаем. Наш колледж на протяжении 50 лет готовит рабочие кадры в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Только в Алматы существует более 3000 предприятий этой направленности. Говорит Ирулан Карагулов, заместитель директора Алматинского государственного колледжа технологии и менеджмента. В свое время не было возможности у малого и среднего бизнеса поднять свой уровень. А сейчас малый и средний бизнес поднимаются, соответственно, растут и рестораны, и кафе, растут и гостиницы, растут и туристские агентства. Соответственно, развивается инфраструктура различных городов по региону, и вот они потихоньку открывают эти специальности. Я 23 года назад закончил это училище, и я до сих пор помню своих мастеров по именам. Я очень-очень им благодарен за то, что они в меня в то время слегка безбашенного, слегка такого отвязанного молодого человека, они вложили эту любовь, эти знания. Именно их Александр Тригубенко, президент ассоциации шеф-поваров Казахстана, передает своим начинающим коллегам. За период практически в четверть века Александр лишь однажды был вынужден на время изменить профессию. Это было в перестройку, когда, помните, рестораны позакрывались, когда все занялись бизнесом, когда, ну, просто от безвыходности я устроился в банк, вот, и когда в 98-м году я женился, через месяц я уволился, я сказал жене, я говорю, все, я не могу больше водить. Я даже в институт банковский, на банковское дело поступил. Я сказал, ну, это не мое. И я ушел там с зарплаты на зарплату в 8 раз меньше, пошел простым поваром в ресторан. Представляете, снял костюм, галстук, одел спецовку и пошел в ресторан, чтобы восстановиться. Через месяц я стал шеф-поваром этого ресторана. Продолжение следует...